Затопленных территорий эвакуируют жителей. Такова учебная легенда. Рядом оттачивают оперативную откачку воды. Во время паводка думать будет некогда. Один из сигналов быть на стороже – то, что в ноябре почва края промерзла. В ближайшие дни в предгорьях обещают до плюс 14 градусов. На Алтае готовятся к весеннему половодию. По словам спасателей, сравнивать первую волну паводка в марте и вторую – в мае-июне очень сложно, потому что они разные по специфике. В первом случае они должны экстренно включаться в спасение, а во втором случае можно подумать о предотвращении последствий. После неожиданной и разрушительной первой волны в марте 2018-го к весне спецслужбы в боевой готовности. В этом году паводок потенциально затронет 33 тысячи жителей края. Для этого транспортера репетиция может стать генеральной. Он еще ни разу не был в зоне ЧС. Техника ездит по земле, по воде, плывет, при случае вытянет застрявшую машину и всегда эвакуирует людей. Представим, что мы в половоде и мы можем спасти 25 человек. А разгоняется эта машина максимум на 60 километров в час, но это, конечно, очень много. Обычно он намного медленнее ездит. Эмоционально тяжело, когда особенно дети пострадали. Это очень тяжело. Мы это переживаем, мы психологически к этому готовы. Как говорится, мы с холодной головой подходим по всему. По снегозапасам, сообщают специалисты, этот год мало чем отличается от прошлого. Но перед второй волной запасы снега в горах еще оценят. Красночоковский район отсыпал камнем несколько сел, чтобы участки не топило. В муниципалитетах проверяют систему оповещения и пропускают воду. Проводятся конкурсные мероприятия по заключению контрактов на перевозку спасателей на вертолетах, взрывников при каких-то заторах. В готовности также медики, дорожники, энергетики. В управлении ветеринарии отрабатывают дезинфекцию территорий с помощью техники, домов с вот этим рюкзаком на плечах. А это конечная труба? То есть это все? Вот сюда уже это вылетает. То есть мы могли бы включить, но здесь все будут в воде тогда. И если там раствор, то сколько плюс килограммов? Еще плюс 20. Ну, довольно тяжелое мероприятие, скажу я вам. К концу марта в край должно прийти стабильное тепло. Так что проявление паводка специалисты ожидают к середине апреля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.